приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и сегодня я к вам уже с новой работой вот готовы вот такие варежки это первые варежки которые я связала спицами и сегодня у нас посмотрите все в пастельных тонах вы меня спрашивали про вот этот узор друзья если найду я потом вставлю не в этом видео может быть и в этом не знаю как у меня получится потому что я сегодня к вам на минуточку я встречаю лёшика и у меня там уже печется пирог потом будет запеканка с тыквой очень уж хочу чтобы он попробовал это очень вкусное блюдо но если я найду вот этот узор но настолько прост друзья вот это вот ромашечка здесь мы делаем колечко амигуруми или скользящую петлю набираем столбики с одним накидом в эту петлю надо посчитать сколько их здесь и потом от этих столбиков вяжем воздушные петли вот такую ромашечку соединяем а потом под арочку вот из этих воздушных петель вяжем вот этот квадрат в уголках вот этой ромашечки здесь тоже столбики пышный столбик не знаю как наверное нет наверное для начинающих это будет непонятно постараюсь найти схему и вы сами можете это связать это очень очень простой легкий квадрат квадратный мотив крючком но если не найдете схему друзья таких квадратов тьма тьмущая в интернете просто самое главное найти очень простой и маленький квадрат по размерам вот но потом соедините в последнем ряду эти квадраты между собой свяжите вот такую горловинку попросту это рукав друзья вот рукав одеты на банку и вуаля ваша прекрасная ваза будет готова я очень рада что вам понравилась вот эта идея вы мне написали лена выдумщица к новому году даже банку приукрасил эти правда посмотрите как будто морозные узоры несмотря на то что это ромашка но потому что пряжа здесь мохерова и наверное создается вот такое впечатление воздушности и какой-то зимней сказки но я сейчас примере эти варежки неспроста я друзья дело вот это платье не помню уже как она называлась платье с круглой кокеткой мы его с вами вязали есть не по петельной но много видео о том как я это вязала как я вязала круглую кокетку и здесь вот это пряжа джинс вот как раз она здесь остатки пряжи от этого платья здесь естественно не было смесовки а здесь я вот эту бежевую пряжу джинс смешала с мохером и получилась вот такая прекрасная варежка а значит легла я уже сегодня в пол второго ночи знаете почему потому что я связала одну варежку и естественно не знала сколько мне хватит ли мне вот этой пряжи джинс чтобы полностью свида связать вот эту ну часть варежки я уж не говорю про пальчик если вы видите пальчик здесь связан немножко из другой пряжи он отличается по цвету но мне не хотелось вот здесь кончик делать какой-то другой пряжи уже очень хотелось чтобы ну хватило пряжи и и и хватило друзья у меня осталось в ровно два метра пряжи джинс представляете сейчас я померяю эту красоту вот такие вот варежки здесь длинная резинка ее можно конечно же вот так вот ну я не знаю как вдвое сложить и получится тогда вот такое теплое запястье ну а можно просто вот так вот длинными вот такими одевать вчера я показывал алёшику чем я занимаюсь он дает ой какая-то длинная варежка ну да варежка длинная и очень теплая значит весит варежки 76 грамм мохер дешевый от ализе по моему роял кид мохер от ализе роял называется очень дешевый мне не колется друзья вот 76 грамм и вот такая красота что я изменила бы в этих варежках но вот уже как бы набравшись опыта я бы немножко сместила вот этот узор вот сюда поскольку пальчик анатомический вот этот индийский клин вот его здесь хорошо видно этот клинышек вот узор нужно сместить но чтобы он был по центру так он как бы смещается ближе вот сюда к пальчику но эту ошибку мы можем поправить варежки такие свободные у меня еще осталось пряжа и я хочу так сейчас прервусь покажу вам эту пряжу остаточки осталось совсем немножко вот этой осилки в ул пряжи кстати вы мне писали что вы вязали джемпер из этой пряжи и до хорошая но через какое-то время быстро пилингуется вот друзья я тоже сделала вывод что вообще пряжа в к у которой более натуральный состав она пилингуется поэтому ее лучше чем-то делать смесовку по подмотку это делать в общем еще будут варежки теперь уже глядя на вот эту и сделав вывод что же здесь можно усовершенствовать я свяжу еще такие же варежки может быть немножко покороче потому что вот этой пряжи у меня в обрез и будут еще варежки вот к этому комплекту сейчас я примерю этот комплект теперь у нас есть варежки шапочка и конечно же снуд воротник остаточки пристроены и в итоге получили вот такой красивый замечательный комплект который я думаю что ну сложно купить в магазине в таком составе пряжи если купите то это я думаю что будет не натуральная пряжа вот так что учитесь вязать кто еще не умеет и просто смотрит мои видео как влоги я думаю что стоит научиться это очень здорово вот я вам показываю еще раз это же платье трансформер здесь съемные рукава и это же можно использовать как болеро вот так вот одеваем кто у меня как-то спрашивали как же этот шарфик держится ну как он держится за счет чего вот пожалуйста было платье без рукава и теперь это платье с рукавами вот так вот это лежит по спине конечно это можно одеть вниз то есть у вас вот видите у меня духовочка сработала пора доставать пирог сейчас пойду выключила то сгорит сходила выключила духовку и забыла о чем я говорила наверное право вот эти вот съемные рукава конечно вот в таком варианте когда это платье когда это хлопок сильно не оденешь вниз ну то есть сзади будет у вас конечно топорщица а если это свободный жилет вот как я же вязала жилет туман и тоненькие тоненькие рукава из какой-то шерстяной пряжи то поверьте это вообще не будет никак заметно я очень люблю вот такие трансформеры но и пока ходила пришла и вот при оделась теперь это полный комплект да друзья вы мне там вчера писали я не отвечала еще на комментарии вы мне писали лена можно закрыть варежку по-другому ну то есть вам не нравится видимо вот этот остренький кончик друзья я к этому стремилась вы мне там писали сыну в общем более кругло сделать закрытие в варежке конечно я знаю об этом это можно и так сделать но я стремилась именно вот к такому кончику мне кажется здесь вот с этими косами вот такой остренький остренький кончик ну просто очень красиво смотрится пальчики а закрывала более в круглом варианте в четырех местах не знаю видно на камеру не видно а здесь четко по две петли в каждом ряду со стороны ладони из тыльной стороны да вот поэтому я стремилась вот прям буквально закрывала до одной петли до одной петли так что вот такой уже комплектик нарисовался очень очень мне нравится еще друзья что хочу сказать вот по поводу вот этой пряжи джинс это настолько неприхотливая пряжа бросил в машинку вот я платье стираю вообще все вязаные вещи боюсь стирать машине и стираю вручную но платье из этой пряжи я вообще вот просто бросаю и ни о чем не думаю вот оно какое есть вы видите что она светлая конечно же и она стиралась и не один раз и оно какое было такое и остается конечно в смесовке с махером это не пойдет здесь я буду точно стирать руками ну а вообще классная пряжа я же говорю можно из летней пряжи сделать зимнюю добавив тоненькую махеровую ниточку варежки немножко великоваты следующие я наверное свяжу троечка здесь вязалась на три с половиной только пальчик на троечке я вязала вот ну а вообще знаете может быть и ну к лучшему это да потому что все таки здесь махеровая пряжа может быть при стирке а здесь стирка часто будут все-таки варежки марки я думаю что какая-то усадочка все-таки произойдет поэтому может быть и хорошо что вот связались такие ну я бы сказала свободные варежки попробую я вторую пару связать такую же но вот с изменениями вот здесь вот сдвинуть рисуночек сюда в сторону и может быть вот здесь с пальчиком тоже пальчик передвинул вот ну чтобы видите как здесь анатомическая что и штучка вот это клинышек но мне кажется его чуть-чуть на две петельки бы передвинуть вот сюда а вообще конечно комфортно друзья и сжимать и разжимать в общем все время теперь буду вязать варежки только вот с таким пальчиком с таким индийским клинышком сейчас вам расскажу чем я еще вчера занималась свой надо раздеться очень очень жарко друзья очень жарко вчера друзья я постирала пуховик представляете я его постирала в машине сначала замочила просто в ванной очень хорошо стирала и руками потом влезла и ногами стирала а потом отжала и забросила в машинку и каково же было мое удивление с ним ничего не случилось вот там пух внутри и он не не сбился в одно место я помню как-то испортила пуховик то есть забросила в машину все это свалялась в одно место и я его выбросила я к чему говорю что вот все-таки вещи которые ну так скажем в средней ценовой категории не слишком дорогие но и не дешевая они все-таки ведут себя ну так скажем на долгие годы сейчас я вам принесу этот пуховик покажу его может быть кто-то боится постирать все-таки попробуйте а вдруг у вас тоже получится и сэкономите на химчистки вот посмотрите я не знаю сколько этой вещи лет и я не хочу с ней расставаться все все хорошо отстиралась вот вам низ показывали нигде ничего не скомкалась рукавчики прям красота и даже постирала вчера этот воротник меховой но в общем как голову мою в шампуне с кондиционером постирала вот этот воротничок так что еще похожу в этом пуховички эту зиму но вот как влезешь вещь если она тебе нравится и уже как бы ну не совсем презентабельный вид жалко выбрать друзья правда так что вот вчера постирала отвечу еще на один комментарий вот про эти ножницы значит вы спрашиваете ли на что они только для пычворка можно применять нет конечно друзья просто я их купила потому что собираюсь все таки пошить красивая покрывала из джинсы может быть из каких-то лоскутов лоскутная покрывала и я их купила именно для этого ну конечно же ими можно резать любое что вы хотите но у меня эти ножницы будут вот только для таких целей по рукоделию вчера друзья еще одной новостью с вами поделюсь я получила письмо от журнала мод вот вам покажу свою работу это работа в журнале 641 но я не знаю что происходит с журналом мод они мне прислали вот эту работу я ответила им что пришлите мне пожалуйста я поменяла место жительства пришлите мне мои авторские экземпляры на мой новый адрес либо свяжитесь со мной муж заберет в москве эти авторские экземпляры ну что вы думаете вы ответили нет журнал мод мне так и не ответил я с ними связывалась в том году даже не в том году уже два года назад то есть в прошлом январе когда там была тоже опубликована моя какая-то работа и мне не выдали мои семь авторских экземпляров я писала в когда получить в общем полный игнор вижу сообщение читаются ответа никакого нет это очень-очень друзья обидно я сотрудничала с этим журналом мод на протяжении наверно двух или трех лет все начиналось с ирландского кружева и все было хорошо я возила им свои работы в редакцию они публиковали причем это было крайне неудобно иногда и месяц едва находились там мои работы вот потом сама их забирала несколько раз мне привозил по моему николаю этого мужчину зовут с лёшиком встречался один по моему раз потому что там была целая сумяка этих моих работ и один раз они меня привозили встречались где-то и подвозили эти вещи вот я не знаю что случилось почему так будет ли у рукодельниц какая-то мотивация отдавать свои работы в журнал мод за эти семь журналов на мне никто ничего не платил за публикацию моих работ просто выдавали 7 авторских экземпляров этого журнала мод ну там один журнал наверное новые и несколько журнал нет по моему 7 журналов вот с этой опубликованной работой и сколько-то там журналов ну предыдущих да если даже не было моей публикации вот и все что я получала от редакции журнала мод ну и конечно же наверное немножечко где-то какой-то гордости за себя что твоя работа опубликована в журнале мод вот сейчас покажу здесь 2 вот такая фотография это шаль сейчас я ее даже попробую найти и вам показать вот она это шаль связано она была из пряжи flowers или как говорят flowers хотя это неправильно читается flowers вот вот сейчас это моя работа журнале мод 641 а еще есть у меня вот такая работа которая согласитесь очень похожа сейчас я вот так вот на вот эту работу я имею ввиду по цветовой гамме но вот эта работа это я сама смесовывала пряжу здесь тоже кид мохер здесь дорогой мохер и пряжа шелковый блеск вы представляете я точно попала вот в эту цветовую гамму сейчас секунду телефон то есть получается что вот эта шаль зимний вариант потому что она теплая и здесь кид мохер а это же ее можно сказать близнец но из готовой пряжи flowers я уже конечно же не помню оттенок но это вариант летний вот так вот я создала вот эти две шали это сальта уже была в журнале мод уже не помню какой номер но сейчас вот опубликована вот это вот шаль так что журнал мод я просто если честно говоря в некотором шоке нахожусь вот от такого отношения к авторам то есть полный игнор нет ответов нет журналов но ничего я это переживу танечка шикуля мне писала что не только я одна такая думала может быть ко мне какое-то такое предвзятое отношение но оказывается нет есть еще люди которых журнал мод игнорит в общем вот такие дела друзья но ничего пройдет все пройдет и это а я на этом буду с вами прощаться я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока